И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас, наконец-таки, выходят наши игровые видеоролики, которые немножечко-немножечко приостановили свое вещание в связи с тем, что были там и контейнерные видеоролики, и были обзоры на эти МК-7, на все эти дела, которые произошли у нас в игре. Но, наконец-таки, мы возвращаемся. И сегодня, по многочисленным просьбам, поиграем на Гауссе, на Хоре, даже я бы сказал бы, Гауссе, на таком интересном сочетании. Большое количество игроков под предыдущим видеороликом попросили, чтобы я поиграл именно на данном вооружении. Ну и, конечно же, вы также можете влиять на все это дело, поэтому в комментарии по данным видеоролик также пишите вооружение, на котором вы бы хотели, чтобы я поиграл. Ну и, конечно же, безусловно, спасибо вам огромное за вашу поддержку, которую вы проявляете, которую вы проявляете на каждом видеоролике, связанном с игровыми видеороликами. Я, безусловно, все это дело ценю, друзья. И, конечно же, если мы будем так продолжать, как я уже говорил, видеоролики будут выходить каждый день по данной тематике. Что касаемо резистов, я думаю, что я здесь ничего менять не буду. Хорек Легаси я одел, Гаусса, к сожалению, Легаси никакого у меня здесь нету. Если было бы еще бы... А, Гаус Прайм есть. Ну, давайте Гаус Прайм, в принципе, оденем. Не имеет, конечно, значения все эти скины, но многие ребята мне постоянно там пишут, почему ты не одеваешь такой скин, почему, блин, у тебя он имеется, в чем проблема, тебе сложно одеть скин, там, для красоты. Я не придаю просто, друзья, никакого значения этому, но если для вас определенно это важно, вам красивее смотреть с каким-то определенным скином, то я, конечно же, безусловно, могу его взять, никакой сложности в этом нету. Ну и, конечно, сегодня, как вы видели, там, по заданкам у меня осада выпала в большом количестве, я думаю, что именно тогда уж... А, прикольно, я верхней линейки не вижу. А что мне сделать, чтобы она появилась? А, это типа крит-ошибка. Прикольно, прикольно. Ну, вы понимаете, да, что это называется? Ну, это дефолт, чистый дефолтик. Называется, ну, обновись разочек, в катку зашел, молодец, но обновиться-то тоже надо. Я думаю, что сегодня покатаем именно в осаде, по сути... Чё? А это рофл? А шо это такое? Ладно, хорошо, я обновлюсь ещё раз. Это баг с карты или с чем это баг? А что это за ерунда, я не понимаю. Я вот прям, друзья, не хочу ничего перезаписывать. Что это за бред? Как это называется? И что, если я сейчас вернусь в катку, у меня всё равно не будет этой верхней линейки? А шо мне делать? А как это называется, друзья? Ладно. Так, друзья, мы продолжаем. Мне пришлось зайти через супер-лучшую версию HTML5 и выйти с боя, дабы вернуться. Если у вас когда-либо вообще такое было, напишите по этому поводу в комментариях. Но, как по мне, это какой-то позор. Определённо, это какой-то позор. Я такого ещё не видел. И что это за бред вообще был? Я загрузился в катку, у меня нет верхней полоски. Я обновляюсь, у меня опять нет верхней полоски. Я обновляюсь ещё раз, у меня её всё равно нет. Что это за баги? Что это вообще? Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, для чего вы делаете это? Или это баги, это крит ошибки какие-то? Как вообще такое можно допустить? Надеюсь, что сейчас всё будет нормально. Да, я уже прогружаюсь в катку. Но, блин, такое начало видоса у меня прям немного уже начинает сгорать. Если сейчас меня ещё кто-нибудь начнёт дико фокусить. Хотя карта, честно говоря, очень, очень даже удобная для Хорната Гаусса. И, безусловно, данное вооружение мы будем использовать как вооружение, которое будет постоянно сводиться. Я думаю, что я даже особо никуда здесь ездить не буду. В данном режиме, по сути, это и не требуется. Было бы неплохо, конечно, если бы против, ещё бы появлялись какие-нибудь титанчики, которые ставили купол на данной точке. При захвате, например, вот как сейчас, С-точечки. Поставил бы там куполочек, я бы прожал бы овердрайв и было бы всё очень даже круто. При том, что я вижу, что титаны против имеются. Но пока что мы просто сидим и наносим большое количество урона по противнику. И я ДДшечку хочу. ДДшки нет нигде. ДДшечки у меня нет. Вот сейчас противник будет захватывать. Надо уже, по сути, смещаться сюда. Смещаться сюда и, возможно-таки, пока просто наносить урон, друзья. Пока я не вижу смысла даже выезжать отсюда. Я, конечно, понимаю, что они могут даже сейчас захватить. Могут захватить. Но если я поеду, всё равно от этого пользуюсь. Ну, блин, ну почему? Боже. Да, они сейчас захватят. Они сейчас просто захватят эту точку. Боже, сколько урона ещё летит. Ну, а почему моя команда никуда не едет, а? Ну, да, меня просто расстреливают. Меня просто расстреливают. Конечно, не самая удобная карта, наверное. Но всё же на этой карте я не вижу смысла мне ехать вперёд. В упоре стоять в точке. Если вы реально ожидали, что я буду ехать на неё и буду стоять на ней, то это явно не так. Оно так не работает. А мне нужно просто сидеть и жёсткий дэмэдж наносить по противнику. Только вот рельсы, которые прилетают, это максимально печальная ситуация. В данном случае. И я, честно говоря, даже как-то овердрайв этот не заюзал абсолютно никак. Я надеюсь, что сейчас хотя бы наши ребята начнут выдвигаться на центр и забирать эту точку. Просто использовать данное вооружение как то вооружение, которое будет брать точку в осаде на стадионе, это, ну, максимально глупое решение. Вот та рельса, которая мне даёт постоянно выстрел в бачи. Ну, это, конечно... Ну, боже, ну что вы стреляете? Идите куда-нибудь в другое место постреляйте. Ещё купол он ставит. Жесть. Ну, вот сейчас бы мне овердрайв. Давайте я отведу. Отлично просто. Божественный выстрел, правда, уже без ддшки. Опять те рельсы меня фокусит. Ужас. Ужас, друзья, я на защитнике играю, меня фокусит так дико жёстко. Это просто что-то с чем-то. И они забирают уже вторую точку. А у меня вопрос, а где моя команда? То есть, ну, вот вы понимаете, что это режим осады, и то, что здесь, если моя команда, ну, вот так просто стоит, да, я понимаю, что я не приношу пользы тут сейчас команде, грубо говоря, никакой, из-за того, что я и не могу там жёстко свестись. У меня тут то рельса какая-то в бочину стреляет, то ещё какая-то ерунда происходит. Но хотелось бы видеть мою команду, которая едет на вражескую точку. Ну, сейчас меня просто нагибали, жесть. Что за катка? Что-то прям фокусит, как я не знаю что. Там против я вижу, что какие-то чемпионы уже имеются. А, так походу меня вот этот чемпион-то и фокусит. А, вот оно что, Михалыч. Оказывается, меня чемпион фокусит. Да, это чемпион на векарельсе. А, ну да, я всё понял. Теперь уже пазл складывается. Я думаю, что кто меня так жёстко постоянно там сбивал? Так это чемпионы. Чемпиончики, которые вчера у нас красочку получили. Ах, вот оно как работает. Ещё и как-то накидывает и накидывает мне какие-то рельсоводы. Ужас. Что происходит? Друзья, это какая-то определённо слитая катка. Я надеюсь, что сейчас нам в следующую каточку пикнут отличную, какую-то интересную нагибаторскую. Потому что начало видеоролика явно не задалось. Но я не буду тут что-то выискивать, да, друзья. Я считаю, что если катки получаются вот такие, как они и есть, то вы должны видеть их, а не смотреть только самые удачные определённые моменты, именно их, чтобы я записывал. Это неправильно определённо, потому что сами вы должны понимать, что всегда хороших боёв не бывает. Просто не бывает. Бывают такие бои, где у тебя вот команда вот сидит, вон у тебя 4 генуса, ё-моё, что они делают? Что они делают? Они пытаются, стараются ехать, но они просто погибают, просто помирают, и ничего вообще, по сути, никакого толка от них в этой катке нет. А то, что рельса мне постоянно стреляет в бочину, это печально. Определённо, это печально. Алёнка в минусе лежит, нормально, в принципе, неплохо. Отлично. Прекрасно. Нагибаторский, да, друзья? Я-то своё первое место забираю, свои 6 звёзд тоже забираю, но определённо, друзья, это не то, что я хотел бы делать в таких боях. Я хотел бы их выигрывать, а не просто вот так вот стоять на кемперке и понимать, что моя команда, ну, не едет. Но она просто не едет. Она просто не едет. Что она делает? Я не знаю, что она делает. Что делает этот артовод? Он попадает вообще? У меня такое ощущение, как будто он даже не попадает. Он просто вот сидит и прикол ловит на своём респе, без резиста ещё. Я понял. Там ещё Диктатор без реза катает. И ещё и Вика Фрис катает без реза. А, они все с МК-7, да, только вышли? А, они только проснулись, да, и не знают, что такое МК-7. Я понял. Определённо, я понял. Вот сейчас я понял, да. Только обновление вышло, да, для них. Они ещё не проснулись просто. Они не понимают, что происходит в этой игре. Я понял. Ну, давайте уже быстрее пусть закончится эта катка. Мне она уже явно надоела. Она определённо не задалась. И надо переходить на что-то более интересное. При том раскладе то, что... Ну, тут даже как бы и сводки, те, которые должны были жёстко работать, они как-то, ну, не совсем эффектно выглядели. Согласитесь со мной, когда тебе начинают прилетать какие-то рельсы, прилетают какие-то выстрелы шафтов неприятные, такие прям в бочину, когда тебя сбивают прицелы, там, сбивают овердрайвы. Ну, ты не можешь максимально реализовать своё вооружение. Безусловно, это дело не только в том, что меня противник нагибает, а в том, что я сам не могу справиться с этим, то, что я не могу найти определённую правильную позицию для уничтожения противника. Но, в общем и целом, я свою минимальную задачу в этой катке всё же выполнил. И сейчас стоит уже показать во всей красе данное вооружение. Я думаю, что такая карта, как Оса, сейчас полностью сможет раскрыть данное вооружение. И мой посыл таков, то, что я хочу, друзья, не ехать на точку, а хочу делать такие вот врывы именно в неё, в те самые тайминги, когда реально будет нужна помощь моей команде, дабы либо забрать точку, да, ну вот сейчас вот этот пулемёт, конечно, мне очень сильно мешается. Пока я боролся, боролся, хотел сказать, боролся с этим пулемётом, там противник почти уже точку забрал, а мне-то надо немножечко ещё и тиммейтам помогать. Стреляем по шахту, а теперь, ясно, а теперь уже точка первая отхвачена противником, ясно. Похоже, у меня сегодня суперкоманды будут собираться, но явно вот на этой карте я уверен, что за счёт сводок, за счёт правильных, грамотных выстрелов всё же эту катку можно потянуть. И даже с тем учётом, что то, что я сейчас вижу против, если я не ошибаюсь, три, возможно, даже больше хантера, которые будут мне мешать. Но пока, откровенно говоря, противник понимает, что я хочу делать. И мои тиммейты, которые, по сути, должны ехать на вражескую точку, дабы я мог полноценно сводиться и наносить колоссально большое количество урона по противнику, пока что они занимаются определённо не теми вещами. Ещё и шафты прилетают какие-то просто дикие. Да, что-то сегодня прям явно не задаётся у нас игра, но ладно, друзья. И такие моменты бывают, поэтому продолжаем сводиться, продолжаем наносить урон. 0-2, я считаю, что это не проблема. И нужно продолжать накидывать урон, продолжать надеяться на то, что сейчас моя команда наконец-то соберётся и начнёт играть. Правая точка уже имеется. Просто данное вооружение реализовывать как танк, который будет стоять на точке в осаде, но это максимально глупое решение, определённо. То есть я могу, конечно, встать. Да, вы скажете, что я должен стоять на точке. Но если я встану на эту точку, я буду погибать, и польза от моего вооружения будет 0. Просто 0. Я встаю, ухожу на респ. Встаю, ухожу на респ. А данное вооружение должно быть использовано как пушка, которая сводится, наносит колоссально большое количество урона, а мои тиммейты заезжают на эту точку. И за счёт этого получается камбэк точки каждый раз. Но так как моя команда что здесь, что там не едет на эту точку, что я могу сделать, друзья? Что я могу вот с этим сделать? Я могу, конечно, продолжить накидывать урон, говорить вам, что я на первом месте, то, что я свои 6 звёзд заработал, но все мы понимаем, что в таких режимах решает командная игра. И пока эта командная игра явно не складывается в положительную сторону, но и при том, постоянно ищу кулдаун от этой ддшки. Мне тоже, честно говоря, не нравится, потому что второй раз мне приходится прожимать овердрайв в тот тайминг, когда у меня просто-напросто этой ддшки нет. А для чего я делаю этот прожим овердрайва? Это потому что лучшей позиции потом может не быть. Вот сейчас я, например, отресплюсь, да, вы видите, что на точке уже один танк стоит. То есть, если бы я сейчас, например, прожимал овердрайв, потому что у меня дд есть, это было бы глупо. Это определённо было бы глупо. Точку опять мы проигрываем. Опять вот-вот, просто открываю тап. Что у нас? 0,7, 2,5, 2,7, 2,4, 5,7. Я не знаю, что это, друзья. Я не знаю, что это, друзья. Но это вторая слитая подряд катка, и я думаю, что нужно сменить режим. Я думаю, что мы не можем продолжать так видеоролик, и хотелось бы, наверное, всё-таки, ну, показать, на что способно данное вооружение. Потому что под тем двум фрагментом, под тем двум каткам, которые сейчас у нас складываются, я бы сказал, что я реализовал, ну, процентов 20, наверное, от всего того, что может реализовать данное вооружение. Безусловно, я повторюсь, то, что этого хватает, уже этого хватает, дабы просто забирать 6 вёд в катке. Но мне надо реализация максимальной данного вооружения, и поэтому давайте отправимся всё-таки в ТДМ. Я надеюсь, что вот там вот даже с печальной командой можно будет максимум выжать из этого хоре Гаусса за счёт овердрайва, за счёт чётких сводок, и мне нужна довольно-таки неплохая карта. Я надеюсь, что она... Ну, это явно не та карта. Ну, ладно, окей. Три минуты, при том, что до конца, это значит, что мы ещё одну катку точно сыграем сегодня. Ну, блин. Где мои везения с картами нормальными, а? Друзья мои хорошие. Будут ли, например, сегодня... Боже, сколько там ещё минные там острые. Будут ли ещё какие-нибудь нормальные карты? Но я тут уже две сводки неплохие выдал, если честно. Сейчас бы этого парня добрать. Отлично. И побороться ещё в этой катке-то можно. Мы ещё и выигрываем. Определённо можно побороться. Здесь, наверное, на архипелаге стоит посводиться с одного острова на второй. То есть, вот, например, на таком острове, где наша команда закрепилась, я спокойнейшим образом, например, могу сейчас посводиться по другим островам, если это будет нужно. И это будет максимально чётко и эффективно. Сколько хп у него осталось? Мало. Можно добить. Наверное, было бы. Ноль хп. Ладно, добивают сами. Пусть, ребята. Я хочу вот туда свестись. У меня получится там свестись как-нибудь? Надо, чтобы в простреле постоял кто-то. Ай, миллиметр не успел досвестись. Обидно, конечно. Но, ладно, давайте сводочку сделаем. Хотя бы так, по 1700 дэмэджа понаносим. Но хотелось бы найти на какой-то определённой точке побольше танков. Сейчас ДДшка, конечно, моя на кулдаун ушла. Но, в принципе, урон-то понаносить можно. Если противник ещё будет открываться под меня, то это будет максимально эффективно. А ДДшки на этом острове падает вообще? Надо посмотреть, что там по ДДшке. А, да, ДДшка тут падает. Ну, блин, мне бы овербу кто-нибудь раздал. А то вот сейчас ждать. Конечно, купол сейчас стоит просто шикарно. Просто шикарно стоит купол. Сейчас просто ждём ДД, прожимаем овердрайв и снимаем все танки, которые стоят под куполом. Пока что их только два. Но определённо даже двух будет неплохо. Забирать здесь. И тут надо по Диктатору. По Диктатору определённо надо сводиться. Давай, 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 Дик. Блин, ну он чувствует. Он просто чувствует, что я начинаю сводиться. Я не знаю, как он это делает. Но чувствует, что сводка была близка и сразу начинает откатываться назад. Мамонт, блин, ну... И этот откатывается. Ладно, смотрим на другой остров. Смотрим даже на свой остров. Давайте тут хотя бы сведёмся. Катка выигрывается. Это хорошо. И, к слову, да, на Архипелаге вот так вот можно использовать неплохо Гаусса. Если честно, я, мне кажется, на этом вооружении ни разу не катал на этой карте. Я помню, я играл на Арте. На Арте тоже очень прикольно. Можно наносить большое количество урона с одного острова на другой. Но на Хоре Гауссе, мне кажется, что я ни разу не катал. Но это определённо не так сложно. Просто сводиться. И если попадать ещё в нужные тайминги, то получается очень неплохое количество урона по противнику вылетает. Там опять Мамонт прячется. Но очень как-то закрытый играет противник. Я бы хотел чуть побольше урона понаносить. Всё-таки я считаю, что я маловато наношу. Можно было понаносить побольше. Да, как бы летит там. 11 килов я это сделал. Но явно это не то, что я хотел бы здесь увидеть. Хотел бы какую-нибудь бы 15-ку, может быть, даже чуть побольше увидеть. Давайте ещё сводку. А, не успел свестись. Там тоже не открывают. Видите, как все под стенками сидят. Все так аккуратненько стоят под стеночками. Никто не хочет, чтобы по ним сводились. Как будто они вот прям чувствуют, что сейчас начнёт прилетать урон. И начинают прятаться. Но я всё пытаюсь найти вот эти вот лазеечки, дырочки какие-то, по которым я могу сводиться. Здесь, конечно, уже опять ДДшка у меня на кулдауне. Но катка заканчивается. Просто определённо это была такая маленькая досрочка. И я думаю, что вот сейчас... Всё, последняя катка в данном видеоролике, потому что уже по таймингу примерно то, о чём мы с вами договаривались. И вот та самая карта, промзона. Вот теперь надо просто реализовывать вооружение. Давайте отправляемся куда-нибудь сюда, ближе, к левому флангу. И отсюда попытаемся уже... О, ДДшка падает. Это очень хорошо. ДД вот это прям тот припас, который защитникам всегда необходим, потому что он будет уходить на кулдаун. Ясно. На кулдаун он будет уходить. Крит ошибка где будет уходить? На что она будет уходить? Определённо я не знаю. Ну вот что это такое? Я подобрал супер дроп. Просто супер тайминг. Я уже залетаю по левому флангу, уже вижу, как я эту соточку выбиваю первую за минуту. А мне говорят, добрый вечер, у вас крит ошибка. Добрый вечер, друзья. Просто добрый вечер. Ещё и овер по центру, да. Это максимально неудачные тайминги. Максимально неудачные тайминги. Обидно. Очень обидно. Очень обидно, что происходит всё именно так. И как просто крит ошибка может испортить мне супер момент для реализации моего вооружения. Это обидно. Это очень обидно. Ну ладно, мы не отчаиваемся. Потому что ещё ни в одной катке у меня не было такого, что я не получал то, чего я хотел. Поэтому давайте мы будем просто ехать вперёд и просто пытаться забирать максимум со своих игровых моментов. 4 кила у меня уже имеется. Я вот сейчас, знаете, куда хочу заехать? Вот именно сюда я хочу заехать. И просто... А, меня уже видели. Это печально. А, резиста гаусса у меня есть. Я хотел сказать, что у меня резиста от гаусса нет. У меня резиста от гаусса есть. Просто немножко не свезло. Ай, хорошо. Я щёлкнул сначала по ДД, потом по ДА, но я так понял, что не сработал. У меня один припас. Ну ладно, ничего страшного. Пора уже реализовывать сводочку, друзья. С овердрайвом. Правильно? Тайминг этого просто требует. Чтобы я наконец-таки реализовывал. Потому что уже и овердрайвы тут, и всё здесь стоит. Чтобы я только начинал наносить урон. Колоссальный, большой, нагибаторский урон на своём порно-то гаусске. Давай, давай, давай. Вот этого парня добить промазал. Хорошо, хоть добил. А то я уж думал, что я и второй выстрел промажу. Но благо нормально здесь всё сработало. Две с половиной минуты всего лишь прошло. 155 опыта уже. 10 на 2 иду. Отлично. Вот именно такие катки должны были быть в бассаде. Но, как видите, немножечко там не свезло мне в какие-то определённые тайминги. То, что я там не смог посводиться. И заметьте, друзья, сколько резистов от гаусса имеется в катке. Один резист. Это очень мало. И это очень круто. Дабы реализовывать максимум из этого вооружения. Это максимально чётко. Поэтому я, друзья, конечно же, продолжаю занимать позиции, прилежащие к вражеской базе. И пытаться выдамаживать, вытанковывать максимум. Просто максимум с этого хури гауса. Ещё и защитник сейчас мой обновился. Но вот молот, который прилетает в спину. Возможно, требует, чтобы я сменил вооружение. Но он на харьке играет. Он всё равно будет игнорировать мой рез. То есть просто взять, переодеть резист ради того, чтобы он был. Но это как-то, ну, не то. Определённо это не то. Поэтому давайте ничего не будем менять. А просто продолжим залетать на вражеские респы. Надеяться на то, что здесь будет где-нибудь 2-3 танка в одном месте стоять. И я так просто красиво сведусь по ним. Ладно. Пока одиночные выстрелы. Молот меня добивает. Аптеку не успел завязать. Катку сливаем, друзья. Сливаем катку. Надо что-то делать. 2 кила это явно не отрыв. Но мы сливаем. Мы определённо сливаем. Ещё и мне тут очень неприятно. Выключают, если честно. Надо пытаться выигрывать. Нас мало сейчас. В команде определённо меньше, чем противника. И почему-то никого не подкидывает. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но скорее это плохо, чем хорошо. Немножечко тавтологии. Но титан просто едет вперёд. Он видит, что я ставлю мину, но он едет вперёд. Гениальная игра, в принципе, от противника. Ну, такая, которая, в принципе, и должна быть, если честно. Дабы мы выигрывали данную катку. 2 кила отрыва. ДДшку забирает. Мою аптеку я сбил данному игроку. Это очень хорошо. Но ДДшки-то у моей нету. Если бы была бы сейчас моя ДДшечка, то я бы мог бы просто начать здесь наносить урон на вражеском респе. И накидывать это очень в большом размере. При том, что вот сейчас, например, я бы уже с увердрайвом наносил урон. Но ещё 2 минуты есть. Отчаиваться точно не стоит. 2 минуты есть. И сейчас мне надо просто занять грамотную позицию на вражеском респе. И реализовать всё то, что может сделать данное вооружение. Я знаю, что где-то в моей видимости было пару-тройку танчиков. И я просто начал накидывать урон. Нет, 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 нет. Только не погибать. Только вот не погибать здесь, пожалуйста. Аптеки у меня уже нет. Этот парень, конечно, сейчас мне очень сильно огорчает и расстраивает. Потому что он таким образом не даёт мне шанса на реализацию моего момента. Мне приходится терять большое количество ХП. В той ситуации, в которой, по сути, я не должен был бы этого делать. Остаётся 1 минута, мы уже 8 киллов проигрываем. Уже 8 киллов проигрываем, друзья. И я до сих пор не реализовал свой последний овер. Хори Рик. Боже, что это за игрок? Что он делает? Ладно. Добрый вечер, молодой человек. Они уже сидят на нашем респе. Боже. Это очень плохо. Это очень плохо. Ещё и сводки прилетают такие жёсткие. Ой, ещё у меня вообще сливают. Я забыл про птичку. Боже ты мой. 50 сек. Боже. Ну это слитая катка. Определённо слитая. Я очень сильно хотел её выиграть. Сегодня какой-то день прям вот поражений. Какие-то досадные такие бои происходят. Ну, возможно, не везёт мне с командой. Всё-таки, сами понимаете, что матчмейкинг в какой-то степени от команды тоже зависит. И в соло ты, ну, такие катки не вытягиваешь. Определённо, когда у тебя на втором месте парень 11 киллов на 15 имеет. Да, второй 14 на 13 ещё нормально. 8 на 11, 7 на 15, 3 на 10. Ещё и парни, которые повыходили с катки. Ну, это не есть хорошо, друзья. Определённо, это не есть хорошо. Свои, конечно, 6 звёзд в очередной раз я забираю. Но, возможно, сегодня удача в данном видеоролике не на моей стороне. Я более чем уверен, что это проблема не данного вооружения. Потому что свои 6 звёзд я определённо забираю. Определённо у меня в этом плане всё получается. Но я хотел немножко другим образом показать вам вооружение, где можно сводиться там по 5-6 танков просто в куче здоровенной, да, на осаде, например. Стоит там вся команда с куполами там, с диктаторами. А ты так просто залетаешь, прожимаешь овердрайвик, делаешь сводочку и наносишь просто такое большое количество урона и уничтожаешь всё это дело на респ. И это выглядит максимально эффектно, максимально сочно. И именно это хотел я вам сегодня показать в данном видеоролике. Но, к сожалению, не получилось сделать таких прям большое количество красивых моментов. Как-то так. Если, друзья, вам не сложно, если вы хотите, да, чтобы мы поиграли ещё на этом вооружении, я думаю, что вы смело можете писать в комментариях, чтобы это вооружение ещё появилось. Определённо мы его сегодня обкатали, но, возможно, через 2-3-5 роликов мы сможем повторить, сыграть более грамотно, более качественно на данном вооружении, реализовать свои лучшие стороны и не только занимать 6 звёзд, но и выигрывать бои, да, и показать те самые сводки, о которых я вам говорил. Ну и, конечно же, друзья, поддерживайте данный видеоролик. С соточкой лайков выходит следующий видеоролик. Подписывайтесь, друзья, на канал, потому что большое количество игроков смотрят данные видеоролики без подписки. Если вам не сложно, друзья, сделайте красную кнопочку внизу серой. Я буду вам очень безумно благодарен. Ну и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Это тоже очень отличная функция для того, чтобы вы первыми узнавали бы о видосах, о стримах, которые появляются тоже вечерами. У нас в 10 ПМСК почти всегда стабильно, но сейчас с переменным успехом из-за того, что были тут межклановые чемпионаты. Но я думаю, что сейчас мы вернёмся в старый график, и будет всё у нас в этот тайминг происходить, включаться, и всё будет отлично работать. Ну и это, наверное, всё, что я хотел вам сегодня сказать. Такой вот видеоролик у нас получился. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.